Всем привет! Сегодня составим рейтинг ранее рассмотренных штурмовых карабинов в игре. Все ссылки на них будут в описании под видео. Таким образом, подведем итог по данному классу вооружения и тому оружие, которое разработчики сюда включили. И при добавлении новых образцов вооружения, их будет уже проще оценивать относительно имеющихся, так как сравнивать оружие, находящееся в разных классах, не совсем будет корректно. Итак, приступим. ВПО-101, Вепрьхантер. Доступное и недорогое, обладающее из особенностей, отличным боеприпасом калибре 7,62х51 мм, топовые из которых способны поражать врага в любой экипировке. Плюс присутствует хоть и небольшой, но все же довольно полезный тюнинг, позволяющий собрать практически бесшумное оружие, что позволяет играть роль полноценного снайпера, которого сложно будет определить по звуку выстрела. Но минусы тут тоже есть, и несущественные. Самое главное, это высоковертикальная отдача, и несмотря на магазинное питание, быстро и в то же время точно с него стрелять не получится, только если на упоре, но тут уже может не хватить емкости патронов, равной максимуму в 10. Как для снайперского оружия, точность тоже весьма средняя, и все же, хоть оружие недорогое, могло быть и подешевле, из-за своей не очень высокой эффективности. А в общем, ВПО-101 годится только под определенные задачи, связанные с уничтожением противников как минимум на средней дистанции. ВПО-136 – еще один образец крайне доступного и недорогого оружия, который смело можно использовать на любой стадии игры, благодаря отличному боеприпасу в калибре 7,62х39 мм, позволяющий уверенно поражать нашего противника, используя даже вполне доступные и бюджетные боеприпасы ПС. Оружие даже в стоке обладает вполне неплохими показателями, как для ведения одиночного огня на различные дистанции. Поэтому, несмотря на отличные возможности по тюнингу, они тут практически не нужны, так как оружие позиционируется как начальное, в частности для новичков, а также игры после глобального вайпа, где оно себя показывает с лучшей стороны. По сути, главный минус и плюс этого оружия – возможность вести только одиночный режим огня, но при желании и немного прокачанном убежище, можно скрафтить из него полноценный АКМ. ВПО-209 – в целом внешне схож с предыдущим ВПО, но отличающимся используемым боеприпасом в калибре 366 ТКМ, и на это следует обращать внимание, так как зарядить их можем. ВПО-136, как и снарядить патроны, в калибре 7,62х39 мм ВПО-209. Магазины у них схожи, но вот стрелять не выйдет. Следите за этим, новички довольно часто путают патроны. А в целом оружие неплохое, недорогое, доступное и годится только лишь для уничтожения дики. С ЧВК можно бороться только на первоначальных этапах после глобального вайпа. Для дальнейшего успешного выживания придется использовать топовый кастомный патрон БПМ, остальных часто будет не хватать. Также тут довольно высокая вертикальная дача, средняя точность, даже при стрельбе на средней дистанции. В общем использовать можно, когда больше другого ничего нет. Играть можно, но выживать будет сложнее, чем с ВПО-136. СКС. Народное оружие, которое можно встретить игрока на любой стадии игры, будь он 10-го, либо 50-го уровня. Всему виной, опять же, отличные боеприпасы в калибре 7,62х39 мм. Неплохие возможности по апгрейду, позволяющие значительно улучшить и так неплохие для стокового оружия характеристики. В целом оружие неплохое, доступное и недорогое, что позволяет его уверенно использовать как новичкам в игре, так и после глобального вайпа. Из минусов, высокая вертикальная дача, не лучшая точность и низкая емкость базового магазина, который конечно можно поправить путем тюнинга, но доступна эта возможность станет не скоро. В общем, если вы любите неспешный геймплей и стрельбу на средне-дальние дистанции, то выбор неплохой. Но если воевать более активно, то ВПО-136 будет поэффективнее, благодаря более емкому магазину, а также более широкому и дешевым возможностям по тюнингу. Либо остается брать ОПСКС, у которой присутствует крепление по типу ласточкин хвост для установки соответствующих прицелов. Опять же, в качестве бюджетного оружия неплохой вариант. АДАР-2-15 Довольно комфортное оружие. По соотношению цена и эффективность, в плане доступности также нет никаких проблем. Да, это оружие будет подороже предыдущего, но и комфорта при обращении с ним также будет побольше. Несмотря на одиночный режим огня, скорострельность неплохая, благодаря невысокой вертикальной даче стрелять можно довольно быстро, плюс огромный выбор тюнинга, который по сути тут особо не нужен. Оружие хорошо и в стоке, и с ролью начального оружия оно неплохо так справляется. К плюсам следует отнести, еще вполне доступны и неплохие боеприпасы в калибре 5,56 на 45 мм. Оружие подойдет как для стрельбы на средней дистанции, несмотря на довольно среднюю точность, но и будет годиться для более близких перестрелок. Так сказать, неплохая альтернатива для любителей АР-системы в бюджетном начальном сегменте. ТХ-15 Если коротко в двух словах, это АДАР на максималках. Если немного подробнее, то это весьма недооцененное оружие, что с одной стороны хорошо, так как стоит она при покупке на барахолке достаточно недорого, и таким образом можно использовать данную винтовку в качестве донора для М4А1, так как это все та же АР-система, где большинство модулей взаимозаменяемы, а в стоке ТХ-15 обладает очень даже отличными показателями по точности и вертикальной отдаче, благодаря чему можно оружие смело использовать как для снайперской стрельбы, в базе также идет глушитель, но до барахолки его обычно снимают с оружия перед продажей, так и для перестрелок на более близких дистанциях. В целом с оружием стрелять очень комфортно, отдача практически не ощущается. Отличный выбор для новичков, у которых есть немного лишних денег, только вот нужно открыть барахолку для ее покупки по адекватной цене, так как приобретать у торговцев будет достаточно дорого, да и откроется к приобретению еще не скоро, в общем могу рекомендовать. RFB, ну и крайний представитель данного класса вооружения, которое как я считаю практически самый лучший среди своих конкурентов, и все благодаря отличному боеприпасу в калибре 7,62х51 мм, хорошей точности, емким магазинам, только вот вертикальная отдача оставляет желать лучшего, и к ней придется привыкать, что в общем не проблема. В целом оружие вполне доступное и недорогое, как для своего калибра, больше подходящее для размеренной стрельбы как на средней, так и на дальних дистанциях. Вблизи быстро стрелять будет тяжело, да и некомфортно из-за высоковертикального подброса. С универсальностью возникает проблема ввиду конструкции оружия, так как верхняя планка предусматривает установку всего одного прицела, и придется ставить либо гибридные прицелы, либо с соответствующими дополнительными креплениями на них. А жаль, хотелось бы поставить второй прицел на скошенную планку для стрельбы вблизи, но это лишь придирки. Главная трудность тут при обращении с оружием заключается все-таки в его отдаче, а в остальном все в принципе неплохо, тюнинг тут особо и не нужен, да и его особо и нет. Благодаря этому особо не заморачиваемся, покупаем как есть и идем уже воевать. Могу рекомендовать к покупке, при условии, что с контролем отдачи у вас все неплохо. Если же нет, тогда лучше взять ТХ-15, она будет попроще. В целом, получилось в таком порядке расположить оружие в классе штурмовых карабинов в игре, после проведенных многочисленных рейдов с ними. Но это всего лишь мое субъективное мнение, так как ваше впечатление от оружия может сильно отличаться, как и геймплей в целом. В общем, данный класс по большей части годится для начала игры, после глобального вайпа, либо если вы любите оружие, стреляющее только одиночными, так как тут получится неплохо экономить как на оружии, так и на боеприпасах, перед переходом на более дорогие и грозные марсманские винтовки. В общем, играть можно с любым, как таковых кактусов тут особо нет. Ну и на сегодня, всем спасибо за просмотр данного видео, оценивайте его своими комментариями, а также подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. И всем пока!